Эрл Стэнли Гарднер Дело о коте-привратника Глава первая Адвокат по уголовным делам Перри Мэйсон, нахмурившись, глядел на своего помощника Карла Джексона. У краешка стола примастилась секретарша Делла Стрит. Колени сдвинуты, карандаш нацелен на раскрытый блокнот. Она спокойно и внимательно наблюдала за обоими. Мэйсон держал в руке отпечатанный на машинке листок. «Насчет кошки, значит?» – спросил он. «Да, сэр», – ответил Джексон. «Он настаивает на личной встрече с вами. Он ненормальный. Я бы не стал терять время, сэр». «Кажется, вы говорили, он калека на костыле», – припомнил Мэйсон, задумчиво глядя на бумагу. «Верно. Ему лет шестьдесят пять. Говорит, попал в автомобильную катастрофу года два назад. За рулем был его хозяин. Эштон, человек, который хочет вас видеть насчет своей кошки, сломал бедро и повредил сухожилие на правой ноге. Лекстер, его хозяин, сломал правую ногу выше колена. Лекстер тоже был немолод. Кажется, ему было шестьдесят два, когда он умер. Но у него нога зажила, а у Эштона нет. С тех пор он на костылях. Вероятно, поэтому Лекстер позаботился о своем привратнике в завещании. Он не оставил Эштону денег, но распорядился, чтобы наследники предоставили Эштону место привратника до тех пор, пока он сможет работать. А после, чтобы купили и обставили ему дом. «Необычное завещание, Джексон», – нахмурился Перри Мэйсон. Молодой адвокат кивнул в знак согласия. «Да, необычное. Этот Лекстер был юристом. У него трое внуков. Внучке он не оставил ничего. Два внука унаследовали состояние поровну». «Как давно он умер?» «Недели две назад». «Лекстер, Лекстер. Это о нем что-то было в газетах? Его смерть была связана с каким-то пожаром». «Правильно, сэр. Питер Лекстер. Говорили, что он скупердяй. Он, конечно, был чудак. Жил в загородном доме в Кармен-Сити. Ночью дом загорелся, и Лекстер погиб. Трое внуков и несколько слуг в это время находились в доме. Им удалось спастись. Эштон говорит, что пожар начался в спальне Лекстера или рядом». «Привратник был в это время там?» – спросил Мэйсон. «Нет. Он сторожил городской дом». «Внуки теперь живут в городе?» «Двое из них. Наследники. Сэмюэль Лекстер и Фрэн Коуфли. А внучка Уинфред Лекстер, которую лишили наследства, там не живет. Неизвестно, где она теперь». «Эштон ждет в конторе?» – спросил Мэйсон. Глаза его сверкнули. «Да, сэр. И никого не желает видеть, кроме вас». «Так в чем же, собственно, состоит его дело?» «Сэм Лекстер признает, что согласно завещанию он обязан обеспечить Эштона работой привратника, но уверяет, что вовсе не обязан держать в доме его кошку. «Эштон очень привязан к своей персидской кошке. Лекстер грозится, что если Эштон не избавится от кошки, ее отравят». «Я бы не стал отнимать у вас время, но вы ведь велели докладывать обо всех клиентах, которые приходят в контору. Вы же не хотите, чтобы мы сами брали на себя их дела?» «Верно», – кивнул Мэйсон. «Никогда нельзя знать заранее, чем обернется то, что кажется пустяком. Помню, когда Фенвик занимался делом об убийстве, к нему обратился какой-то человек по поводу оскорбления. Фенвик хотел направить его к клерку. Посетитель разозлился и ушел. А через два месяца после того, как клиент Фенвика был повешен, Фенвик узнал, что тот человек приходил к нему, чтобы привлечь к суду свидетеля обвинения за оскорбление действием после автомобильного наезда. Если бы Фенвик тогда его принял, ему бы стало ясно, что свидетель обвинения не мог находиться там, где он, по его словам, был во время преступления». «Джексон уже слышал эту историю. Он кивнул в знак внимания и спросил. «Значит, сказать мистеру Эштону, что мы не можем им заняться?» «Деньги у него есть?» – спросил Мэйсон. «Не думаю. По завещанию он имеет постоянную работу – 50 долларов в месяц, стол и квартиру». «Он старый человек?» «Конечно. Я бы сказал старый чудак. Очень привязан к своей кошке, хотите вы сказать?» «Именно это я и хотел сказать», – кивнул Мэйсон. Делла Стрит, больше знакомая с привычками Мэйсона, чем Джексон, вступила в разговор с легкой фамильярностью человека, который давно работает в конторе и не слишком соблюдает формальности. «Ты только что закончил дело об убийстве, шеф. Почему бы не оставить контору на ассистентов, пока ты съездишь на восток? Ты бы отдохнул». «Мэйсон сверкнул на нее глазами. А кто же, черт возьми, позаботится о кошке мистера Эштона?» «Мистер Джексон. Эштон не хочет говорить с Джексоном». «Тогда пусть ищет другого адвоката. Адвоката в городе полным-полно. Не станешь же ты тратить время на кошку». «Старик, – задумчиво сказал Мэйсон. Чудак. Вероятно, одинокий. Его благодетель умер. Кошка – единственное живое существо, к которому он привязан. Большинство юристов только посмеются над ним». «Нет, Делла. Это одно из тех дел, которые кажутся пустяком адвокату, но много значат для клиента. Адвокат должен быть на стороне обездоленного». «Понимая, что произойдет, Делла Стрит кивнула Джексону. Попросите мистера Эштона войти». Джексон слегка улыбнулся, собрал бумаги и вышел. Как только дверь щелкнула и затворилась, пальцы Деллы Стрит замкнулись вокруг левого запястья Мэйсона. «Ты берешь это дело, шеф, только потому, что знаешь, что он не сможет заплатить хорошему адвокату?» «Можно же допустить, – нахмурился Мэйсон, – чтоб иной раз появился хромой старик, ворчливый, с персидской кошкой и без денег». В длинном коридоре застучал костыль, перемежаясь со звуками шагов. Джексон открыл дверь с видом человека, который, посоветовав избежать неразумного шага, отказывается отвечать за последствия. Вошел пожилой мужчина, весь в морщинах, с тонкими губами, кустистыми седыми бровями, лысый и неулыбчивый. «Третий раз к вам прихожу, – сказал он раздраженно». Мэйсон указал на стул. «Садитесь, мистер Эштон. Извините, я расследовал дело об убийстве. Как зовут вашу кошку?» «Клинкер. Он кот, – сказал Эштон и уселся в большое черное кожаное кресло, держа перед собой костыль двумя руками». «Почему, – Клинкер, – спросил Мэйсон?» «Юмор такой. Глаза и губы старика и не думали улыбаться». «Юмор, – переспросил Мэйсон. – Да. Я раньше в кочегарке работал. Клинкер там постоянно гремел и звенел. Я так его назвал, потому что он вечно грохотал и все опрокидывал». «Любите его?» – спросил Мэйсон. «Он единственный мой друг во всем мире», – хрипло сказал Эштон. Мэйсон поднял брови. «Я ведь привратник. По-настоящему я не работаю. Дом много лет заперт. Хозяин жил в Кармин-сити. Мое дело – бродить кругом, убирать двор да подметать ступеньки. Раза три-четыре в год хозяин устраивал уборку. Все остальное время комнаты заперты и ставни закрыты». «Там никто не жил?» «Никто. Зачем же он арендовал дом?» «Так уж надо было. И хозяин оставил завещание». «Да. По завещанию за мной остается место, пока я могу работать. А если не смогу, обо мне должны позаботиться. Наследники, двое внуков». «Трое. Но в завещании упомянуто двое». «Расскажите о ваших неприятностях», – предложил Мэйсон. «Хозяин сгорел во время пожара в загородном доме. Я об этом не знал, пока мне утром не позвонили по телефону. Владелец дома теперь Сэм Лекстер. Он красивый мальчик, но не любит животных. А я не люблю тех, кто не умеет обращаться с ними». «Кто был в доме во время пожара?» – спросил Мэйсон. «Уинфред, то есть Уинфред Лекстер, внучка. Потом Сэм Лекстер и Фрэнк Оуфли, внуки. Миссис Пиксли была, экономка. И еще сиделка, Эдит Дево». «Еще кто?» – спросил Мэйсон. «Джим Брэндон, шофер. Ушлый парень. Знает, с какой стороны хлеб маслом намазан. Поглядели бы вы, как он Сэма Лекстера обхаживает». «Эштон даже стукнул по полу костылем, чтобы выразить отвращение». «Еще кто?» – Эштон пересчитал по пальцам тех, кого уже упомянул и добавил. «Нора Эддингтон». «А она что за человек?» Мэйсон, очевидно, наслаждался зрелищем этих разных характеров, увиденных циничными глазами Эштона. «Корова она», – ответил Эштон. «Послушная, доверчивая, добрая, большеглазая дурища. Но ее не было, когда дом загорелся. Она приходящая». «Когда дом сгорел, работы для нее не осталось?» «Верно. Она после того и не приходила». «Так ее можно и не считать». «Можно бы», – сказал Эштон со значением, «если бы она не была влюблена в Брэндона». «Воображает, что Джим на ней женится, как разбогатеет». «Ну, пробовал я объяснить ей кое-что насчет Джима Брэндона. Да она и слушать не хочет». «Откуда же вы так хорошо знаете этих людей, если вы живете в городском доме, а не за городом?» «Так я уж туда, бывало, приезжал». «Вы ездили на машине?» «Да». «Машина ваша?» «Нет. Хозяин держал ее возле дома для меня, чтоб я мог приезжать к нему за инструкциями. Он терпеть не мог сам ездить в город». «Что за машина?» – спросил Мэйсон. «Шевроле». «Больная нога не мешает править машиной?» «Этой нет. На ней есть дополнительный тормоз. Ручной». Брусив многозначительный взгляд на Делу-стрит, Мэйсон снова повернулся к морщинистому лысому старику. «Почему же Уинфред не упомянуто в завещании?» «Никто не знает». «Значит, вы сторожили городской дом?» «Именно так». «Адрес городского дома?» «Ист Вашингтон 3824». «Вы все еще живете там?» «Да. И еще Лекстер, Оуфли и слуги». «Другими словами, когда сгорел дом в Кармин-сити, они переехали в городской дом. Так?» «Так. Они бы все равно переехали после смерти хозяина. Они не из тех, кому нравится жить в деревне. Городское любят». «И они возражают против кота». «Сам Лекстер возражает. Он душеприказчик». «В какой именно форме он возражает против кота?» «Сказал, чтоб я избавился от животного. Иначе он его отравит». «Причину объяснил». «Не любит он кошек. А Клинкера особенно не любит. Я внизу сплю и окно держу открытым». «Клинкер прыгает туда-сюда. Знаете, небось, нельзя же кота в заперти держать. А у меня нога больная. Не могу я много выходить. Клинкер сам гуляет. Когда дождь, клапы у него пачкаются. Прыгнет в окно. И всю грязь мне на постель несет». «Окно над вашей кроватью?» – спросил Мэйсон. «Примехонько над ней. Там Клинкер и спит. Никому он не мешал. Сэм говорит, он белье портит. Счета из прачечной большие. Счета. А уж он-то за ночь в клубе тратит. На десять лет хватит прачечную оплачивать». «Он свободный художник, значит?» – добродушно спросил Мэйсон. «Был раньше. Сейчас не совсем. Деньги-то не получить. Какие еще деньги?» «Ну, которые хозяин оставил». «Мне показалось, вы упомянули, что он их поровну поделил между двумя внуками». «Ну да. То, что они смогли найти». «Так они не все нашли?» – заинтересованно спросил Мэйсон. «Незадолго до пожара Эштон, казалось, получал от своего рассказа удовольствие. Хозяин уладил свои дела. Получил наличными больше миллиона долларов. Никто не знает, что он сделал с деньгами. Сэм Лекстер считает, что он их где-то зарыл. «Но я-то лучше хозяина знаю. Думаю, он их в сейф положил под чужим именем. Не доверял он банкам. Банки, говорил, в лучшие времена твоими денежками пользуются и прибыль наживают. А в худшие объявляют, что очень, мол, жаль, но вернуть их они не могут. Года два назад он так деньги в банке потерял. Хватило с него». «Миллион наличными?» – переспросил Мэйсон. «Конечно. Как же еще он мог их получить?» – ощерился Эштон. Перри Мэйсон поглядел на Деллу Стрит и спросил Эштона. «Вы сказали, Уинфред исчезла?» «Да. И я ее не осуждаю. Остальные с ней не церемонились. Сколько лет внукам?» Сэму двадцать восемь, Фрэнку Оуфли двадцать шесть, Уинфред двадцать два. Красавица! Стоит всех остальных вместе взятых. Полгода назад хозяин по завещанию оставил ей все, а двум другим по десять долларов. А за два дня до смерти сделал новое завещание. «Жестоко по отношению к Уинфред», – нахмурился Мэйсон. В ответ Эштон буркнул что-то невнятное. «Так сколько вы готовы потратить, чтобы отстоять свои права на клинкера?» – рискнул спросить Мэйсон. Эштон достал из кармана бумажник полный банкнот. «Я не скряга», – сказал он. «Хороший адвокат стоит дорого. Мне нужен самый лучший. Сколько это будет стоить?» Мэйсон так и уставился на толстую пачку. «Где вы взяли эти деньги?» – спросил он с любопытством. «Сэкономил. Я ничего не трачу. Вот и скопилось за двадцать лет. Я их в банке держал. Самым лучшим. Хозяин посоветовал. А как хозяин получил наличными, так и я получил». «По совету мистера Лэкстера», – Мэйсон не сводил сэштоноглаз. «Ну, если хотите, да. И желаете потратить деньги, чтобы сохранить кота?» «Я желаю разумную сумму потратить. Не собираюсь же я на ветер деньги бросать. Хороший адвокат стоит денег. А к бедняку я обращаться не желаю». «Если я вам скажу, что нужно заключить договор на пятьсот долларов?» – спросил Мэйсон. «Это слишком!» – Эштон рассердился. «А если двести пятьдесят?» «Нормально. Столько я заплачу!» – Эштон начал отсчитывать. «Минутку!» – засмеялся Мэйсон. «Мэйсон, может, и не придется тратить так много? Я только хотел проверить, насколько вы привязаны к своему коту». «Очень привязан. Готов любые нормальные деньги отдать, чтобы поставить Сэма Лэкстера на место. Но разоряться не хочу». «Инициалы Лэкстера», – спросил Мэйсон. «Сэмюэль Кааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Нет, минутку дала лучше и здесь с инициалами. У меня записано Чарльз Эштон. Чарльз Эштон проконсультировался со мной относительно своих прав по завещанию покойного Питера Лекстера. Согласно завещанию, вы обязаны обеспечивать мистера Эштона работой привратника на то время, пока он в состоянии выполнять эту работу. Мистер Эштон желает иметь при себе кота. Место дает право держать животное. В данном случае это именно так, поскольку животное имелось при жизни завещателя. Если вы нанесете вред коту мистера Эштона, я вынужден буду констатировать, что вы нарушили волю покойного и, следовательно, наследство должно быть конфисковано. Пэрри Мэйсон улыбнулся Делли Стрит. Это его здорово заденет, когда он поймет, что надо выбирать между наследством и каким-то котом. Он решит не связываться. «Оставьте бухгалтеру 10 долларов», – повернулся он к Эштону. «Она даст вам квитанцию. Если что-то получится, я вам позвоню. Если вы обнаружите что-то новое, звоните в контору и спросите мисс Стрит. Это моя секретарша. Можете передать информацию через нее». Эштон цепился руками в костыль, с трудом поднялся. Не сказав ни слова благодарности, даже не попрощавшись, он, хромая, вышел. Делла Стрит удивленно уставилась на Мэйсона. «Возможно ли, чтобы внук лишился наследства, если он выбросит кота?» «Случались и более странные вещи», – ответил Мэйсон. «Все зависит от того, как составлено завещание. Если забота о привратнике – условия введения в наследство, я чего-то добьюсь. Все, что мне сейчас нужно, это напугать мистера Сэмюэля Лэкстера. Думаю, скоро он с нами свяжется. И тогда... Вот почему я так люблю свою работу. Она дьявольски разнообразна. Кот привратника!» – он усмехнулся. Делла Стрит захлопнула блокнот и по дороге к себе задержалась у окна, глядя вниз на шумную улицу. «Ты ему оставил 240 долларов», – сказала она, бесцельно глядя наружу. А он даже не поблагодарил. Ворвавшись в открытое окно, ветер растрепал ее волосы. Она высунулась по пояс, наслаждаясь свежим воздухом. «Может, просто чудачество», – предположил Мэйсон. «Он ведь старик. Не высовывайся так, Делла. Не забывай, что он любит животных и что он далеко не молод. Что бы он ни говорил, ему не меньше 75-ти». Делла выпрямилась и грациозно повернулась к Перри Мэйсону. «Тебе, наверное, будет интересно узнать», – сказала она, – «что кто-то следит за нашим любителем кошек». Мэйсон резко отодвинул стул, вскочил и приблизился к окну. Одной рукой он оперся о подоконник, другой обхватил Деллу Стрит за талию. Они вместе посмотрели вниз. «Видишь», – спросила она, – «вон тот в светлой фетровой шляпе. Он вышел из подъезда. Смотри, смотри, садится в машину». «Новенький Паккарт», – задумчиво отметил Мэйсон. «Почему ты думаешь, что он следит за Эштоном?» «Он так себя вел. Я уверена, он выскочил из подъезда. Смотри, шеф, машина еле движется, чтобы не упустить Эштона из виду». Эштон проковылял за угол налево. Машина двигалась за ним. Наблюдая за автомобилем, Мэйсон хмуро заметил. «Миллион долларов наличными. Это же куча денег». Глава вторая. Утреннее солнце струилось в окно конторы Пэри Мэйсона, играло на кожаных корешках книг, отчего они становились не такими мрачными. Делла Стрит из своей комнаты принесла почту. Мэйсон сложил газету, которую читал, а Делла Стрит уселась, вытащила доску секретера и нацелила ручку на раскрытый блокнот. «Господи, да тут работы навалом, жалобно сказал Пэри Мэйсон. Неохота мне работать. Отложить бы все это да побездельничать. Хочу сделать что-нибудь недозволенное. Делла, ты что воображаешь, что я служащий, консультирующий банки и отсуживающий поместья? Терпеть не могу рутину. А ты все больше и больше превращаешь мое дело в работу и все меньше и меньше оставляешь в ней приключений». Своё занятие я люблю лишь потому, что в нём масса приключений. Наблюдаешь за человеческой натурой как бы из-за кулис. Публика из зала видит только тщательно отрепетированные позы актёров. Адвокат же видит человека без грима. «Если ты настаиваешь на мелких делах, холодно», — сказала Делла, «тебе придётся организовать своё время, чтобы управиться с работой. В приёмной ждёт мистер Натаниэль Шастер». Шастер, — нахмурился Пэрри Мэйсон, «этот проклятый взяточник и любитель напустить туману изображает из себя великого адвоката, а сам бесчестнее тех жуликов, которых защищает. Если подкупить суд, любой дурак может выиграть дело. Какого чёрта ему нужно? Он хочет тебя видеть в связи с письмом, которое ты написал. С ним его клиенты — мистер Сэмюэль К. Лэкстер и мистер Фрэн Коуфли. «А-а-а, кот привратника!» Адвокат внезапно расхохотался. Она кивнула. Мэйсон придвинул к себе груду почты. «Ладно, — сказал он, — соблюдая профессиональную вежливость, не будем заставлять ждать мистера Шастера. Поглядим только быстренько эти неотложные бумаги и посмотрим, не надо ли срочно ответить телеграфом». Он развернул бандерол и нахмурился. «Это ещё что такое?» «Это из Нью-Йоркского бюро путешествий. Имеется одиночная каюта «Люкс» остановки в Гонолулу, Йокогаме, Кобе, Шанхае, Гонконге и Маниле. Кто делал этот запрос?» «Я». Мэйсон отделил бумагу от остальной почты, уставился на неё и повторил. «Пароходная компания. Имеется одиночная каюта «Люкс» на судне «Президент Кулич». Гонолулу, Йокогаме, Кобе, Шанхай, Гонконг и Маниле». Делла Стрит продолжала задумчиво смотреть в блокнот. Пэрри Мэйсон рассмеялся и отпихнул бумаги. «Ладно, пусть они подождут», — сказал он. «Пока мы не разделаемся с Натаниэлем Шастером. Сиди здесь, и если я подтолкну коленом, начинай записывать. Шастер — скользкая личность. Хотел бы я, чтобы он починил свои зубы». Она вопросительно подняла брови. «У него вставная челюсть», — пояснил он. «И она протекает». «Протекает?» — не поняла она. «Да. Если перевоплощения действительно существуют, то он, наверное, в прошлой жизни был китайцем-прачкой. Когда он хихикает, он обрызгивает собеседников, как китаец-прачка прыскает на белье, когда гладит. Обожает здороваться за руку. Я его терпеть не могу, но нельзя же оскорблять напрямую. Пусть только попробует выкинуть какой-нибудь фокус, я забуду об этикете и вышвырну его вон». «Кот должен быть польщен», — сказала Делла. «Ведь сколько занятых людей тратят время, чтобы решить, можно ли ему оставлять на постели следы грязных лапок». Перри Мэйсон расхохотался. «Валяй», — сказал он. «Расстравляй рану». «Ладно, я готов». Шастер постарается подзадорить своих клиентов на драку. «Если я от нее уклонюсь, он внушит им, что вынудил меня пойти на попятную и сдернет с них хороший куш. Если я не отступлю, он скажет, что пострадает все наследство и выкачает из них хороший процент. Вот что я получаю за тот блеф о конфискации наследства. Мог бы и мистер Джексон с ними поговорить», — предложила Делла. Перри Мэйсон добродушно усмехнулся. «Нет уж, Джексон не привык, чтобы ему брызгали в лицо. Я-то с Шастером встречался. Пусть они войдут». Он снял телефонную трубку и сказал секретарше в приемной. «Попросите ко мне мистера Шастера». Делла Стрит возвала в последний раз. «Пожалуйста, шеф, пусть это дело возьмет Джексон. Ты ввяжешься в неприятности. Стоит ли тратить время на борьбу вокруг кота?» «Кошки и трупы», — сказал Мэйсон. «Не одно, так другое». «Я так давно занимаюсь трупами, что живая кошка может оказаться восхитительным разнообразием по сравнению...» Дверь открылась. Блондинка с большими голубыми глазами невыразительным голосом объявила. «Мистер Шастер!» «Мистер Лекстер!» «Мистер Оуфли!» В комнату стремительно вошли трое мужчин. Во главе был Шастер, подвижный и миниатюрный. Он суетился точно воробей, выглядывающий сквозь осенние листья. «Доброе утро, господин адвокат!» «Тепло сегодня, верно?» Он суетливо прошелся по комнате, протягивая руку для пожатия. Нижняя губа его отвисла, открывая рот полный зубов. Между зубами виднелись щели. Мэйсон, возвышаясь над низеньким человечком точно башня, подал ему руку и спросил. «Давайте уточним, который мистер Лекстер, а который мистер Оуфли?» «Да-да, конечно, вот Сэм Лекстер, он душеприказчик. Эээ, внук Питера Лекстера». Высокий, смуглый человек, черноглазый, тщательно завитыми волосами, улыбнулся с той степенью любезности, которая говорила скорее об уравновешенности, чем об искренности. В руке он держал большую шляпу кремового цвета. «А вот Фрэнк Оуфли. Фрэнк Оуфли – второй внук». Оуфли был желтоволосым и толстогубым. Казалось, его лицо не способно изменять выражение. Его водянисто-голубые глаза напоминали серых устриц. Шляпы у него не было. Он ничего не сказал. «Моя секретарша Мисс Стрит», – представил Деллу Пэрри Мэйсон. «Если не возражаете, она будет присутствовать и запишет то, что я найду нужным». Шастер хохотнул, брызнув слюной. «А если будут возражения, я полагаю, она все равно останется. Ха-ха-ха-ха. Знаю вас, Мэйсон. Помните, вы имеете дело с человеком, который вас знает. Вы забияка. С вами приходится считаться, но для моих клиентов дело принципиальное. Не могут они уступить слуге, но придется повоевать. Я их предупреждал, что вы забияка. Они не могут сказать, что я не предупреждал». «Садитесь», – сказал Мэйсон. Шастер кивнул своим клиентам, указывая на стулья. Сам он опустился в большое потертое кожаное кресло и почти утонул в нем. Он скрестил ноги, ослабил галстук, поправил манжеты и повторил. «Для нас это дело принципа. Мы будем бороться до последнего. Дело ведь серьезное». «Что серьезное дело?» – спросил Мэйсон. «Ваше заявление, будто это условие завещания». «А что же дело принципа?» – поинтересовался Мэйсон. «Вот, конечно», – удивился Шастер. «Не нужен он нам. Более того, нам совершенно не нужно, чтобы какой-то привратник к нами распоряжался. Не в свои дела он цуется. Вы же понимаете, что если прислуга не выполняет своих прямых обязанностей, недолго ее и уволить. А не приходило ли вам в голову, что вы делаете из мухи слона? Почему вы не позволяете бедняге Эштону держать кота? Кот не вечен. Да и Эштон тоже. Ни к чему тратить кучу денег на адвокатов ради такого пустяка». «Не спешите, Мэйсон, не спешите», – перебил Шастер. «Драка будет серьезная, драка будет тяжкая. Я своих клиентов предупредил. Вы человек предусмотрительный, вы человек хитрый. Я бы даже сказал, изворотливый. Надеюсь, вы ничего не имеете против такого выражения. Многие из нас приняли бы его как комплимент. Я сам принял бы. Мои клиенты много раз говорили. Мои клиенты много раз говорили. Но и изворотлив этот Шастер. Разве я обижаюсь? Нет. Я принимаю это как комплимент». Делла Стрит удивленно посмотрела на Мэйсона. Ее лицо внезапно стало твердым, как гранит. Шастер поспешно продолжил. «Я предупреждал клиентов, что Инфред попытается оспорить завещание. Я знал, что она воспользуется любыми средствами, но не могла же она объявить деда сумасшедшим. И вопрос о незаконном вмешательстве стоять не мог. Должна же она была сделать хоть что-то, что в ее силах. Вот она и подсунула Эштона с его котом. «Слушайте, мистер Шастер!» В голосе Мэйсона звучал гнев. «Прекратите нести вздор! Все, что я хочу, это чтобы привратнику оставили его кота». «Ни к чему вашим клиентам тратить деньги на тяжбы. Если мы начнем процесс, он может обойтись дороже, чем испачканные котом комплекты постельного белья за десять лет». Шастер энергично тряхнул головой. «Вот о том-то я им и говорил, господин адвокат. Худой мир лучше доброй ссоры. Хотите мириться? Пожалуйста». «На каких условиях?» Спросил Мэйсон. Шастер ответил с быстротой, выдающей предварительную подготовку. «Уинфред подписывает согласие не оспаривать завещание. Эштон подписывает бумагу о том, что признает подлинность завещания, что оно было составлено человеком в здравом уме и твердой памяти. Тогда пусть Эштон держит кошку». «Насчет Уинфред мне ничего не известно с раздражением», сказал Мэйсон. «Я ее не встречал и не говорил с ней. Я не могу просить ее подписать, что бы то ни было». Шастер с торжеством посмотрел на своих клиентов. «Говорил я вам, что он умник? Говорил, что будет драка?» «Уинфред тут ни при чем», сказал Мэйсон. «Давайте спустимся на землю. Я заинтересован только в этом чертовом коте». Минутное молчание было прервано хихиканием Шастера. Сэм Лэкстер, наблюдая за растущей яростью Мэйсона, вступил в разговор. «Вы, конечно, не станете отрицать, что угрожали мне лишением наследства. Я понимаю, что исходит это не от Эштона. Мы ждем, что Уинфред опротестует завещание». «Я только хочу», сказал Мэйсон, «чтобы кота оставили в покое». «И вы заставите Уинфред подписать отказ от наследства?» Спросил Шастер. «Черт побери! Не будьте дураком!» Мэйсон посмотрел в лицо Шастеру. «Я не представляю интересы Уинфред. Я ее не знаю». Шастер, ликующий, потер руки. «Других условий у нас не может быть. Для нас это дело принципа. Лично я не думаю, что такое условие есть в завещании, но его можно рассмотреть и как спорное». Мэйсон вскочил точно разъяренный бык против тявкающего терьера. «Слушайте вы», сказал он Шастеру. «Я не люблю бесплатно выходить из себя, но вы зашли слишком далеко». «Умно!» Хихикнул Шастер. «Умно! Ну и хитрец!» Мэйсон шагнул к нему. «Черт вас возьми! Вы отлично знаете, что я вовсе не представляю интересу Уинфред. Знаете, что мое письмо значило в точности то, что в нем написано. Но вы не могли раскошелить своих клиентов на дело о кошке, потому и придумали дело об оспаривании завещания. Еще и клиентов притащили. Раз я не знаком с Уинфред и не представляю ее интересов, как я могу заставить ее что-то подписать? Вы так запутали своих клиентов, что они теперь не успокоятся, пока не получат подпись Уинфред. «А вам это сулит хороший жирный гонорар!» «Клевета!» Взвизгнул Шастер, выдираясь из кресла. «Слушайте!» Обратился Мэйсон к внукам. «Я вам не опекун. Я не намерен выворачиваться наизнанку, спасая ваши деньги. Если вы согласны приютить этого кота, так и скажите. А не хотите? Я заставлю Шастера заработать денежки, втянув вас в самую распроклятую тяжбу. Я не желаю, чтобы вас пугали мной, и чтобы Шастер зарабатывал гонорар, рассиживаясь здесь и потирая руки. «Осторожней! Осторожней!» Шастер буквально заплясал от негодования. «Это нарушение профессиональной этики! Я вас привлеку за клевету!» «Привлекайте!» – сказал Мэйсон. «Катитесь отсюда вместе со своими клиентами. Или вы к двум часам известите меня о том, что кошка остается в доме, или будете иметь судебное преследование. Все трое! И запомните одно. Если уж я вступаю в драку, я бью тогда, когда никто этого не ждет. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. Я жду до двух часов. «Убирайтесь!» «Вы меня не одурачите, Перри Мэйсон!» «Вы меня не одурачите!» «Вы этим котом прикрываетесь!» «Уинфред хочет опротестовать!» Перри Мэйсон быстро шагнул к нему. Маленький адвокат отступил и танцующей походкой направился к двери, открыл ее и вышел. «Мы еще поборемся!» «Я драться умею не хуже вас, мистер Мэйсон!» Сэмюэль Лэкстер с минуту поколебался, как бы желая что-то сказать. Затем повернулся и вышел сопровождаемый Фрэнком Оуфли. Перри Мэйсон хмуро встретил улыбающийся взгляд Деллы Стрит. «Валяй, — сказал он, — начинай! Я же тебе говорила!» Она покачала головой. «Побей хорошенько этого крючкотвора!» Мэйсон поглядел на часы. «Позвони Полу Дрейку, пусть он будет здесь в два тридцать!» «А Эштон?» «Нет, — сказал он, — Эштону и без того есть о чем беспокоиться. Думаю, дело становится серьезным!» Глава третья Часы на столе Перри Мэйсона показывали два тридцать пять. Пол Дрейк, глава детективного агентства Дрейка, развалился на кожаном кресле в излюбленной позе. Углы губ у него чуть дергались, придавая лицу насмешливое выражение, глаза были большие, проницательные и отличались стеклянным блеском. «В чем беда на этот раз?» — спросил он. «Я что-то не слыхал еще об одном убийстве». «Речь идет не об убийстве, Пол. На сей раз о коте». «Что? Кот! Персидский кот!» «Ладно, — вздохнул сыщик, — пусть будет кот. В чем дело?» «У Питера Лекстера, — начал Мэйсон, — был городской дом, в котором он не жил. Он жил в загородном имении в Кармин-сити. Загородный дом сгорел, и Питер вместе с ним. Он оставил внуков. Сэмюэля К. Лекстера и Фрэнка Оуфли, наследников по завещанию, и Уинфред Лекстер, которая не получила ничего. Лекстер завещал заботиться о Чарльзе Эштоне, привратнике, который должен быть обеспечен работой пожизненно. У Эштона есть кот. Сэмюэль Лекстер приказал ему от кота избавиться. Сочувствуя Эштону, я написал Лекстеру письмо и просил оставить кота. Лекстер отправился к Нату Шастеру. Шастер увидел тут шанс поживиться и, внушив Лекстеру, будто я пытаюсь оспорить завещание, потребовал от меня массу нелепых условий. Когда же я отказался, он обыграл мой отказ. Наверняка получил хороший куш. «Чего же ты хочешь?» – спросил Дрейк. «Оспорить завещание», – мрачно сказал Мэйсон. Детектив зажег сигарету и медленно поинтересовался. «Оспорить завещание из-за кота, Перри?» «Из-за кота. Но я собираюсь еще и побить Шастера. Он мне надоел. Он сутяга, взяточник и жулик. Он позорит нашу профессию. Он уже хвастался по всему городу, что если когда-нибудь выступит против меня, то уж он-то мне покажет. Он мне надоел». «У тебя есть копия завещания?» – спросил Дрейк. «Пока нет. Но у меня есть копия, сделанная для подтверждения». «Оно уже вступило в силу?» «Я так понял, что да. Тем не менее, его можно оспорить. Что я должен делать?» «Для начала найди Уинфред, а потом раскопай все, что сможешь, насчет Питера Лекстера и его наследников». Стеклянные глаза Пола, оценивающий, посмотрели на Мэйсона. «Коты могут приносить массу денег», – заметил детектив. Лицо Мэйсона оставалось серьезным. «Не уверен, Пол, что тут есть случай заработать. Очевидно, Питер Лекстер был с крягой. Он не очень-то доверял банкам. Незадолго до смерти он получил наличными миллион долларов. Наследники не могут найти этот миллион». «Может, деньги сгорели вместе с ним?» – спросил Дрейк. «Возможно», – согласился Мэйсон. «Когда Эштон вышел из моей конторы, за ним следил какой-то человек. Он ехал в новеньком зеленом Поккарде. Не знаешь, кто был этот парень?» «Нет, я не рассмотрел его лица. Видел только светлую фетровую шляпу и темный костюм. Возможно, за этим ничего нет. А возможно, есть. Вполне вероятно, что-то готовится против Уинфред Лекстер, а я собираюсь оспаривать завещание ради нее». Шастер столько болтал о том, что он со мной сделает, если окажется в суде против меня, что я должен дать ему шанс. «Ты не можешь повредить Шастеру тяжбой», – сказал сыщик. «Он как раз ее и добивается. Твое дело – бороться за интересы своих клиентов, а Шастера содрать денежки со своих». «Ничего он не сдерет, если его клиенты потеряют деньги», – сказал Мэйсон. «Предыдущее завещание было целиком в пользу Уинфред. Если я спорю второе завещание, станет действительным прежнее». «Собираешься взять клиенткой Уинфред?» – спросил Дрейк. «Мой клиент – кот», – упрямо покачал головой Мэйсон. «Уинфред может мне понадобиться как свидетельница». Дрейк поднялся. «Зная тебя», – сказал он, – «я предвижу, что ты потребуешь массу действий с моей стороны». «И быстрых», – мрачно кивнул Мэйсон. «Достань мне информацию по всем доступным пунктам. Собственность, здравый рассудок, постороннее влияние, словом, все». Как только Дрейк закрыл за собой дверь, в нее небрежно постучал Джексон и вошел, неся несколько листков бумаги стандартного размера с отпечатанным на машинке текстом. «Я сделал копию завещания», – объявил он, – «и как следует вчитался». «Насчет кота, конечно, слабовато. Это ведь не условие, от которого зависит потеря наследства. Даже имущество нельзя описать. Просто желание завещателя». «Что еще?» – разочарованно спросил Мэйсон. «Очевидно, Питер Лэкстер сам составил это завещание. Он изучал право. Все непрошибаемо, но имеется один особый параграф. Вот с ним мы можем кое-что сделать в смысле опротестования». «Что же там такое?» – спросил Мэйсон. Джексон взял завещание и прочел. «При жизни я был окружен привязанностью не только своих родственников, но и тех, кто надеялся на мою щедрость, заслуженную каким-либо случайным обстоятельством. Я никогда не был в состоянии определить, какая часть этой привязанности была искренней, а какая происходила от желания проложить путь к моему завещанию. «Если причина была в последнем, боюсь, мои наследники будут огорчены, ибо размеры моего состояния их не удовлетворят. Меня утешает одна мысль. Те, кто с нетерпением ждал наследства, будут разочарованы. Зато те, кто любил меня искренне, избегнут разочарования». Джексон остановился и многозначительно посмотрел на Пэрри Мэйсона. Мэйсон нахмурился. «На какого дьявола он намекает? Лишил наследства у Инфред и оставил состояние другим внукам поровну. В этом параграфе нет ничего такого, чтобы понять его как-то иначе». «Ничего, сэр», — согласился Джексон. «Он куда-то упрятал миллион долларов наличными незадолго до смерти. Но даже если бы их нашли, это тоже часть его состояния». «Да, сэр». «Если только он не сделал перед смертью подарок», — сообразил Мэйсон. «В этом случае подарком будет владеть тот, кому он сделан». «Это особый случай», — уклончиво ответил Джексон. «Он ведь мог оставить этот дар по доверенности». Мэйсон медленно произнес. «Не могу забыть о той пачке денег, которая была в кармане Чарльза Эштона, когда он обратился ко мне». «И все же, Джексон, если Питер Лейкстер дал Эштону деньги, вокруг них может затеяться тяжба, невзирая на то, есть доверенность или нет». «Да, сэр», — согласился Джексон. Мэйсон неспеша кивнул и снял трубку телефона, соединявшего его с комнатой Деллы Стрит. Услышав ее голос, он сказал. «Делла, свяжись с Полом Дрейком и попроси его включить в разыскание Чарльза Эштона. Особенно меня интересуют финансовые дела Эштона. Имеет ли он банковский счет? Зарегистрированы ли какие-то его налоги на собственность? Имеет ли он собственность вообще? Имеет ли срочный вклад? В каком размере платит налог на имущество? В общем, все, что можно выяснить». «Да, шеф», — ответила Делла. «Информация нужна срочно?» «Срочно». Бюро путешествий сообщило, что будет держать каюту до 10.30 завтрашнего утра, холодно и четко объявила Делла Стрит, а затем бросила трубку, предоставив Перри Мэйсону ухмыляться в утратившей признаки жизни микрофон. Глава четвертая Служащие давно ушли, а Перри Мэйсон, засунув большие пальцы в проймы жилетки, расхаживал взад-вперед по кабинету. Перед ним на столе лежала копия завещания Питера Лекстера. Зазвонил телефон. Мэйсон схватил трубку и услышал голос Пола Дрейка. «Ты что-нибудь ел, Перри?» «Пока нет. Не могу есть, когда думаю». «Хочешь послушать рапорт?» спросил детектив. «Конечно хочу. Он еще не полон, но главное я узнал». «Хорошо, приходи. Наверное, я лучше все обдумаю, если ты придешь ко мне», — предложил Пол Дрейк. «Я на углу улиц Спринт и Мелтон. Здесь закусочная, и мы могли бы перекусить. У меня ни крошки не было во рту, пока я охотился за информацией». Нахмурившись, Мэйсон созерцал лежащее на столе завещание. «Хорошо», — согласился он. «Еду». Взяв такси, он добрался до того места, которое указал Дрейк. Внимательно заглянув в глаза детективу, он сказал. «Похоже, ты напал на след, Пол. У тебя вид кота, нализавшегося сливок». «Разве? Сливок немного. Что нового?» «Расскажу, когда поедим. На голодный желудок говорить отказываюсь». «Господи, Пэрри, не влезай ты в это дело!» «Так на него накинулся, будто речь об убийстве. Всего-то навсего кот. Бьюсь об заклад, ты не заработаешь больше пятидесяти долларов». «Точнее, десять», — засмеялся Мэйсон. «Вот так-то», — Дрейк обратился к воображаемой публике. «Гонорар тут ни при чем. Адвокат доверяет клиенту. Сколько заплатит, столько и хорошо. Если клиент ничего не платит, не стоит браться за дело. Но если платит, не имеет значения пять центов или пять миллионов долларов. Адвокат должен сделать все для своего клиента». «С такой теорией ты бы мог заниматься практикой Пэрри разве только частным образом. Вот и закусочная». Мэйсон остановился в дверях с сомнением, разглядывая освещенный зал. Молодая темноволосая женщина со смеющимися глазами и полными яркими губами восседала над батареей вафельниц. Единственный посетитель расплачивался с ней. Она пробила в кассе чек, наградила посетителя сияющей улыбкой и начала вытирать стойку. «Что-то я не уверен, что хочу вафель», — сказал Мэйсон. Сыщик взял его под руку и мягко втащил в зал. «Конечно хочешь». Они уселись у стойки. Темные глаза пробежали по их лицам, полные яркие губы растянулись в улыбку. «Две порции ветчины», — сказал Дрейк. «И вафли». «Кофе?» — спросила молодая женщина, выкладывая на тарелки ветчину и вафли. «И кофе». «Сразу?» «Да, сразу». Она налила две чашки кофе, добавила по ложке сливок, поставила на блюдце. Расстелила бумажные салфетки, разложила приборы, поставила стаканы с водой и положила на тарелки масло. «Ты думаешь, Перри, можно оспорить завещание Лекстера?» «Не знаю. В этом завещании есть что-то странное. Я три часа над ним думал. Забавно, что он лишил наследства любимую внучку». Сэм Лекстер гонялся за развлечениями, старику это не нравилось. Оуфли — парень замкнутый, неконтактный. Старик и его не очень любил. Молодая женщина за прилавком перевернула ветчину и бросила на них быстрый взгляд. «Завещание оспорить трудно?» — спросил Дрейк. «Ужасно, — утомленно признал Мэйсон. Если пытаться его оспорить на основании постороннего влияния или душевной болезни, но, говорю тебе, Пол, я собираюсь это сделать». На стойку со звоном швырнули тарелку. Мэйсон поднял удивленный взгляд навстречу вспыхнувшим глазам и решительно сжатым губам. «Послушайте, — сказала девушка, — что это за игра? Я вполне самостоятельно, в помощи не нуждаюсь. А вы являетесь...» Пол Дрейк сделал рукой жест, сделанным безразличием человека, который устроил сенсацию, но хочет выдать ее за будничную работу. «Перри, — сказал он, — познакомься с Уинфред Лекстер». Столько искреннего удивления отразилось на лице Мэйсона, что негодование растаяло в глазах девушки. «Вы что, не знали? — спросила она и указала на вывеску за окном. «Вы могли бы прочесть вафли у Инни?» «Я не посмотрел на вывеску, — сказал Мэйсон. — Меня привел сюда мой друг. Какова была идея, Пол? Выудить кролика из шляпы?» Поглаживая чашку кончиками пальцев, Дрейк слабо улыбнулся. «Я хотел вас познакомить. Я хотел, чтобы мой друг увидел, как вы тут управляетесь, мисс Лекстер. Наверное, наследнице не следовало бы печь вафли». «А я вовсе не наследница». «Не говорите так уверенно, — сказал Дрейк. — Ведь это адвокат Перри Мэйсон». «Перри Мэйсон?» Глаза ее расширились. «Слышали о нем?» — поинтересовался Дрейк. «А кто же не слышал?» Она покраснела. «Я хотел кое-что спросить о вашем дедушке», — сказал Мэйсон. «Дрейка я нанял, чтобы найти вас». Она сняла железную крышку с вафельницы, вынула две румяные вафли. Быстро и ловко положила на них тающее масло, вручила каждому по вафле и по тарелочке с ветчиной. «Еще кофе?» — спросила она. «Нет». «И так все прекрасно», — заверил ее Мэйсон. Мэйсон откусил вафлю, и на его лице отразилось удивление. «Где вы так научились готовить?» — поинтересовался он. «Дедушке очень нравились такие вафли. Когда я осталась сама по себе, я решила, что можно этим зарабатывать. Сейчас-то спокойно, а час назад здесь такая толпа была, а после театра еще будет. Ну и утром тоже». «А кто управляется с торговлей утром?» — спросил Мэйсон. «Я». И после театра она кивнула. «Я для себя работаю. Наемной прислуги не держу. Нет такого закона, чтобы ограничить мое рабочее время». Дрейк подтолкнул Мэйсона ногой под столом и сказал, почти не шевеля губами. «Вот так птичка за окном». Мэйсон поднял глаза. Снаружи, в преувеличенном приветствии, отчаянно тряс головой, распустив губы вокруг редких зубов на отшастер. Как только он понял, что Мэйсон его видит, он отошел от витрины. Мэйсон заметил, что Уинфред Лекстер растерялась. «Вы с ним знакомы?» — спросил он. «Да, покупатель. Закусывает здесь уже два или три дня. Сегодня он дал мне подписать какую-то бумагу». Мэйсон неспеша положил нож и вилку на край тарелки. «Ах так!» — сказал он. «Подписать бумагу?» «Да». Сказал, что я, конечно, помогу выполнить волю дедушки, даже если он меня не упомянул в завещании. Он верит в мое благоразумие. Я ведь в состоянии понять, что дедушка мог со своими деньгами делать, что хотел. Но другим внукам придется долго ждать, пока пройдет всякая бюрократическая волокита, а я могу помочь им и сэкономить время, если подпишу бумагу». «Что это была за бумага?» «Не знаю. Что-то там говорилось о том, будто мне известно, что дед не был сумасшедшим и что меня завещание удовлетворяет, и что я не стану его оспаривать. Но я действительно не стану этого делать». Дрейк многозначительно посмотрел на Мэйсона. «Он вам что-нибудь заплатил?» — поинтересовался Мэйсон. «Он хотел дать мне доллар. Подошел и оставил на прилавке. Я подняла его на смех и сказала, что мне ничего не нужно, но он сказал, что я должна взять доллар, чтобы все было законно. Он очень милый. Сказал, что ему нравятся вафли, и он будет рекламировать мое заведение». Перри взглянул на вафлю. «М-да», — сказал он медленно, — «это он сделает». Уинфред Лекстер положила руки на полку, где стояла батарея металлических вафельниц. «Ладно», — она наклонила голову. «Теперь я вам кое-что скажу. Все равно. Я знала, того типа подослал Сэм Лекстер и догадывалась, что он адвокат. Я понимала, что он меня заставляет подписывать эту бумагу, потому что боится, как бы из-за меня не вышло неприятностей. Не знаю уж, зачем вы здесь, но вы, наверное, хотите меня втянуть в какую-то тяжбу. Давайте поговорим в открытую». Дед был не дурак. Он знал, что делает. Он решил оставить состояние моим братьям. «Ладно, меня это вполне устраивает». «Мы все трое давным-давно жили с ним. Мы привыкли, что он оплачивает наши счета. О деньгах мы не заботились. Мы не боялись ни депрессии, ни безработицы, ни паники на бирже. Денежки у деда водились, наличные. Он щедро нам их раздавал. И что из этого вышло? Мы были отгорожены от мира. Мы не знали, что вокруг происходит, и знать не хотели. Мы жили так, что к старости могли бы угодить в богадельню. У меня было двое мальчиков, которые за мной ухаживали. Не знаю, кто мне больше нравился. Они были хороши. Потом дед умер, ничего мне не оставил. Мне пришлось начать работать. Я занялась делом и узнала кое-что о жизни. В этом заведении я увидела больше людей и получила больше радости от работы, чем за всю свою жизнь. Я избавилась от ревности двоюродных братьев, которые боялись, что я унаследую все. Один из моих поклонников сразу потерял ко мне интерес, как только понял, что у меня не будет собственного миллиона. Второй только о том и думает, как бы мне помочь. Так вот, подумайте. Хочу ли я идти в суд, поливая грязью деда и других внуков, чтобы заиметь состояние, которое мне вовсе не нужно? Пэрри Мэйсон протянул через стойку свою чашку. Налейте ко мне еще кофе у Инни, и я пришлю сюда всех своих друзей. Ее сияющие глаза на минуту остановились на лице адвоката, усмотрев в нем нечто ей понятное. Она облегченно рассмеялась. «Очень рада, что вы поняли. Я боялась, что не поймете». Пол Дрейк прочистил горло. «Слушайте, мисс Лекстер, прекрасно обладать такими чувствами, но не забывайте, что они могут измениться. Добывать деньги тяжело. Вас уже втянули в это дело, и вы что-то подписали». Конец первой части. Продолжение следует. Продолжение следует...